За два дня Анна Громова, председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности или Советинско-Сергиевское просветительское общество, посетила во Владивостоке несколько знаковых мест, важных как для приморцев, так и для всех, кто прибывает в регион. Триумфальная арка, музей, дом первого губернатора Приморья на Светландской, памятник Невельскому. Анна Громова также высоко оценила выставку «Арсеньев. Открывая Приморье». В сопровождении митрополита Владивостокского и Приморского Владимира гостья побывала в Покровском соборе. Накануне Приморский край присоединился к 27 регионам России в федерально-культурно-историческом проекте «Императорский маршрут». Вы знаете, я не представляла, что такое Владивосток, хотя много раз видела и по телевидению, и везде, но мое впечатление совершенно необыкновенное. Во-первых, очень заинтересованные коллеги, музейщики, историки, краеведы. Мы в первый же день своего приезда, вот позавчера, мы обижали весь «Императорский маршрут», поразились сохранностью дома генерал-губернаторов, который вполне достоин стать музеем. В Пушкинском театре ДВФУ треустороннее соглашение о старте проекта «Императорский маршрут» подписали губернатор Приморского края Олег Кожемяка, замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков. Он присоединился по видеосвязи и Анна Громова. Здесь же открылась выставка «Развитие железных дорог в России под покровительством Императорского дома». Вы знаете, это целый новый пласт в истории и освоении Приморского края, в его развитии, потому что без железной дороги невозможно было бы столь бурное развитие, освоение всего Тихоокеанского побережья, что дала дорога. Бессловно, развитие железных дорог, вклад императора, вообще императорской фамилии Романовых в дело железной дороги, которая соединила Тихоокеан с Балтийским морем, соединила с Москвой. Это значительно. Глава региона назвал материалы выставки уникальными. Целые поколения жителей Приморья связаны со строительством Транссиба, отметил губернатор. Половина всех важнейших грузов идет через Транссиб и поворот на восток произошел благодаря железным дорогам. После того, как экспозиция в Пушкинском музее завершит свою работу, она отправится в путешествие по Приморью, в том числе и по самым отдаленным станциям.